Как работает избирательная система России, узнали четыре эксперта из Аргентины и Коста-Рики. Гости из Латинской Америки являются молодыми политиками, поэтому прибыли во Владивосток для обмена опытом. Для них важно своими глазами увидеть, как устроен процесс выборов президента Российской Федерации. Обмен опытом крайне важен, потому что, в частности, сегодня в результате общения мы узнали, что, например, в Аргентине голосовать – это обязательство, а не право. Мы рассказали про то, что у нас есть возможность открепляться от своих избирательных участков и прикрепляться к другим. Это очень сильно впечатлило коллег. И так как за ними будущее избирательной системы их страны, мы уверены, что позитивный, положительный опыт, который есть у нас в стране, они обязательно будут использовать у себя. Для иностранных экспертов побывать на Дальнем Востоке и узнать все нюансы проведения выборов президента Российской Федерации, а также рассказать, как проходят выборы в их стране – большая честь. Это мой первый визит в Приморье, и я очень рад, что меня пригласили, что вы будете показывать и учить многому тому, что мы не знаем. Мы хотим больше узнать, как живут люди на Дальнем Востоке и вовлечены в голосование, и как правительство помогает людям голосовать, и как здесь все функционирует. Для меня это большое удовольствие увидеть все вживую. Иностранные эксперты посетили несколько избирательных участков. Первой остановкой стала гимназия номер два. Гостям из Латинской Америки наглядно показали, как поэтапно будет проходить процесс голосования, какие документы нужны избирателям и сколько времени требуется, чтобы отдать свой голос. Я очень счастлив быть здесь, быть на этом избирательном участке. Это очень важно для меня – быть членом комиссии. Эти выборы очень похожи на аргентинские. Есть разница, но она незначительная. Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В Приморском крае созданы все условия, чтобы выборы главы государства были открытыми и законными.